Думаю по-другому, желаю по-другому, делаю по-другому, становлюсь другим. Для этого Господь пришел на землю. И процесс идет. И как сказал Господь апостолу Павлу, которого он обратил из гонителя, первоверховный апостол, нельзя брать и против вражна, уже идет. Ты что? Вот такой старец на Афоне, который не говорил на русском языке, никогда не был в России, не общался даже с русскими монахами, но я у него исповедовался, и я видел, как каждый раз он служил в божественную литургию, он светился несовторенным светом. Я свидетель. Он был духовным внуком святителя Нектария Пентапольского, который всю жизнь страдал от кривиты и просоял великой святостью. Он сказал мне после литургии, он вышел, кормил свою малашку, а в таком божественном состоянии, он сказал, в 98-м году, двоеточие, скрывая кавычки, в России миллионы новомучеников. Она сейчас проснется, поднимет свою голову и просветит весь мир. Так она призначена Богом, так и будет. Но это зависит и от нашего обращения, и от нашего изменения молитвами всех святых земеросийских, молитвами святых царственных мучеников, молитвами святого мученика Игоря, исповедника и всех святых. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok